Тут хочется сказать, а как же молитвы, но человек же не молится целый день, он молится какую-то часть времени, и это время это недолгое количество времени. И в этот момент, наверное, он испытывает какие-то чувства, ну а на протяжении всего остального дня, что же он испытывает? Вот если человек испытывает состояние доброты, если он умудряется не обижаться на близких людей, не раздражаться, не делать гадости, не запускать огромное количество информации в интернете, которая может спровоцировать других людей страдать, беспокоиться, то, скорее всего, у этого человека в жизни будет все очень хорошо. Если посмотреть на человека успешного и посмотреть на человека неуспешного, то между ними есть различия. У человека, который успешен, у этого человека обычно нет желания, этот человек ничего не желает, и у него это получается само по себе, а когда человек неуспешный, то у него огромное количество разных желаний. Так вот, есть секрет, если человек испытывает сумасшедшее желание к чему-либо, при этом страдает, то тогда его желание никогда не исполнится. Поэтому, если вы страдаете и чего-то желаете, знайте, скорее всего, этого у вас не получится. В случае, если вы желаете и при этом радуетесь, скорее всего, это в жизни вашей будет происходить. Вот вам ответ на то, почему у вас не получается эзотерика, почему в вашей жизни все очень плохо, откуда вырастут ноги. Или, как сказал один из бывших генеральных секретарей Политбюро, а в дальнейшем первый президент Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич, он сказал, та, оказывается, вот где собака порылась, ну вот где-то она там.